Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня буду говорить о фитофторе томатов в открытом грунте, о том, как с ней бороться, как ее победить, как делать профилактику именно в открытом грунте. Потому что в открытом грунте, я говорила, что в теплице очень благоприятные условия, но в открытом грунте во второй половине лета тоже условия очень хорошие для фитофторы, особенно если у вас регион с холодным климатом. Вот у нас после продолжительной жары установилась такая нехорошая погода, когда идут дожди, я говорила, у нас ураганы, дожди с градом, и ночью очень холодная температура. У нас сейчас ночью 9 градусов, днем поднимается, вот сегодня передали, будет 24-25. Вот этот перепад температуры и вот эта сырость, потому что грунт постоянно влажный, сегодня вышло полседьмого утра, на всех томатах роса, вот холодная-холодная ледяная роса, но вы представьте 9 градусов. При 9 градусах мы весной даже томаты не оставляли в теплице, старались унести домой, а тут их не унесешь, и они тем более вступили в такую фазу, вот у меня, видите, начинают уже томатики краснеть, где-то бурые, где-то вот видно, что такие они светленькие стали, что уже скоро покраснеют. Хочется, конечно, уберечь томаты. И я сразу скажу, что есть огородники, ну как все мы делимся на две части, которые ни в какой, ни в каком случае, ни в какой степени, ни в какой дозе не воспринимают удобрения, эти препараты, медь содержащие для борьбы с фитофторой, а есть люди, которые их используют. Вот я в крайних случаях их все равно использую. В прошлом году я показывала, как я обрабатываю хомом, я и бордовской смесью обрабатываю, и мне очень странно слышать, что сейчас вот эту бордовскую смесь, все вот эти вот на основе меди препараты почему-то записали в самые главные враги людей, что это очень вредно, что человек может заболеть, умереть. Я сколько себя помню, вот мне почти 60 лет, и мама, и бабушка моя, когда еще не было садовых центров этих, не было никаких вот этих всяких препаратов, всю жизнь обрабатывали в огороде именно вот бордовской, медным купоросом, это было единственное средство борьбы от болезней, потому что и раньше томаты болели, и почему-то мы все ели эти томаты, все эти овощи, и считали их вкусными, здоровыми, и до сих пор мы сейчас говорим, что вот раньше были томаты, вот было все вкусно, вот было все безопасно, всю жизнь обрабатывали вот этой бордовской смесью, сколько я себя помню. Голубое опрыскивание на протяжении многих десятилетий в Советском Союзе применялось только вот оно в борьбе с фитофторой. И когда сейчас говорят, что ой, да нельзя, это опасно, вредно, ну я, знаете, так с улыбкой к этому, с усмешкой отношусь, всю жизнь обрабатывали, сейчас это стало вредно, полезно. Кто это говорит, лучше бросьте курить, и колбасу копченую меньше ешьте, все. Начинаем про борьбу с фитофторой. Вот сейчас, если у вас, например, холодный регион, если у вас ночью температура очень низкая, вот как у нас 8-9, если идут дожди, ну короче, есть ли все предпосылки для образования, возникновения фитофторы, и еще очень важно, если в прошлом году у вас было это заболевание осенью, потому что вы знаете, если уже был очаг здесь фитофторы, он в грунте обязательно остался, и как только вот эта сырость, холод наступит, она обязательно проснется. Тут уже не помогут никакие нам народные средства, ни чесночное опрыскивание, ни опрыскивание аллерином, гомаиром, ни поливание фитоспоридом. Я вам говорю точно, что если фитофторы вот так вот, такая погода, если была в прошлом году, и если у вас уже начались вот эти, появились пятнышки, единственное средство спасти все посадки, это, конечно, прибегнуть к средствам медь содержащим. Я уже говорила про бордовскую смесь, я не буду про нее говорить, она всем известна, я пачку не нашла прошлогоднюю, вот нашла прошлогоднюю хом, очень хорошо помогает хом, это тоже самое хлороки с меди, есть вот ордан, кто-то знает, кто-то не знает, но это тоже именно, что тут у нас, хлороки с меди, и еще что-то добавлено, ну, короче, все вот эти на основе меди. Потом есть вот профит голд, вот такая профит голд против фитофтороза, вот ее тут немножко, всего полтора грамма, видно, что на 25 квадратных метров, для того, чтобы обработать одну теплицу, достаточно вот такую, и вот эту сразу, честно скажу, не пробовала, ахом и ордан, ну, это почти одно и то же, потому что оно, что это хлороки с меди, что это хлороки с меди, это очень действенные препараты, пользуясь которыми вы точно можете победить заболевание, потому что если вот про фитоспорин, я сейчас вам скажу, если вы будете обрабатывать фитоспорином, он хорош как профилактика, когда еще нет болезни, когда еще нет никаких предпосылок, ну, вот как профилактические опрыскивания, профилактические поливы, ну, если заболевание у вас начнется, я вам точно говорю, никакой фитоспорин, он не поможет, он не убивает эти грибки, убивают грибки именно вот эти вот средства на основе, ну, медсодержащие, так, сейчас я прочитаю, ну, я очки не взяла, читать не буду, но тут написано, что 25 грамм на 5 литров воды, по-моему, вот они 25 грамм, в жука заливаете, и опрыскивание делаем так же, по всем правилам, по листу, и желательно вот эти, и нижние стволы, и все, как обрабатывать, я не буду рассказывать, но это всем известно, опрыскиваем лист, желательно с той, с нижней стороны тоже, весь низ, можно даже прикорневые, вот эти стволы, самое главное, что я хотела сказать этим видеороликам, что главное, не упустить вот этот вот момент, потому что есть же, да, кто-то вот не хочет применять эти, но есть люди, у которых есть выбор, или применить вот эти медсодержащие средства, или не применять, и вообще не получить никакого урожая, в прошлом году писали, фитофтора может сжечь участок буквально за несколько дней, за неделю, почернеют все листья, почернеют все плоды, и когда вот уже такая ситуация, я говорю именно про такую ситуацию, когда вы точно знаете, что если вы не обработаете, значит у вас будет все очень плохо, нужно предотвращать, и если как только, я говорю об этом рано, потому что у некоторых нынче очень плохая погода, холодно, сыро, и особенно если, сейчас пройдусь, по ряду покажу, особенно если томаты уже вот в такой стадии, когда на них много плодов, когда уже, ну, могут повредиться не только листья, но и наши молодые плоды, потому что вот я вчера тут еще раз подвязывала, и на улице все томаты уже в плодах, и я вот, даже не боюсь об этом говорить, да, если сейчас будет вот такая сырая погода, затяжная, будут дожди, и особенно холодные ночи, вот с холодными росами, и будут затяжные вот эти, ну, не будет солнца, будут все благоприятные условия, я буду тоже обрабатывать медь содержащими, потому что мне жалко, столько вложено трудов, это от рассады, довести томаты вот до такого состояния, что они уже взрослые, уже по две, третья кисть начинает завязываться, некоторые уже краснеют, я лучше обработаю орданом или хомом, все, вот это видео для тех, кто живет в таких неблагоприятных регионах, как у меня, с холодным климатом, у кого сейчас холодно, сыро, у кого есть опасность возникновения фитофторы, вот, пожалуйста, хом, ордан, бордовская смесь, на протяжении многих лет, медь содержащие вот эти препараты, спасали урожай, даже в таких условиях, где, казалось бы, уже все, ничего не может спасти, оно именно лечит, убивает грибок, это не профилактическое средство, это скорая помощь, все, до свидания.